друзья всем привет сегодня я вам хочу показать как буквально из ничего можно сделать вот такой вот спиннинг ультралайт который выйдет буквально вам в считанные копейки по сравнению с теми ценами которые сейчас у нас в магазинах потратил я на изготовление около 3 часов может быть там чуть-чуть побольше и получилась вот такая вот красота длина у него метр сорок сделан он со стекловолокна то есть это стеклянный спиннинг раз он стеклянный он значит неубиваемый играет довольно таки неплохо то есть для мормышинга для летнего самое то так что если кого-то это заинтересовало смотрите сейчас я покажу как это все было сделано в рыболовных магазинах стали продавать вот такие вот хвостики для удилищ его длина метр двадцать это и будет самки будущего ультралайтова спиннинга в качестве ручки я хотел купить обычный катушкодержатель и что-нибудь из него сделать но друг мне подарил вот такую вот зимнюю блеснилку как раз из нее и будет готовая ручка цена вот этого хлыстика у нас в магазине 80 рублей такая вот зимняя блеснилка стоит около 200 рублей того 280 рублей при помощи зажигалки нагрел и снял вот этот вот кончик и там же в магазине купил подходящий тюльпанчик его цена 40 рублей заводные кольца также при помощи зажигалки отжог от старой сломанной палки другого спиннинга и вот одно колечко сниму вот отсюда вот еще с этой удочки ну что друзья начинаем собирать наш супер легкий супер бюджетный стеклоспиннинг он получится ультралайт я хочу попробовать им позаниматься в этом году летним мормышингом также при помощи зажигалочки отжигаем колечко немного нагреваем и перегрейте и при помощи пошатывания его отделяем вот и все теперь извлекаем этот хлыстик можно сказать ручка готова единственное вот здесь вот не было заглушки я ее сделал самостоятельно так вот она туго входит потом я заклею и немного обработаю сейчас мне надо будет сюда намотать нитку и при помощи эпоксидного клея я это все так вот зафиксируем зазорчик там был не сильно большой поэтому делаю два слоя капроновой нитки я думаю будет уже все надежно сидеть чуть-чуть капну супер клея теперь можно замешивать эпоксидную смолу перед тем как все клеить сразу же надо отметить где будут у нас стоять кольца вот так вот вложим на ровную поверхность прокручиваем и как вы видите он встает в одном положении вот здесь вот не надо будет крепить кольца для этого делаю полоску маркером тут у нас будет низ прошло некоторое время эпоксидная смола уже хорошо застыла теперь можно приступать к креплению заводных колец крепить я буду с помощью капроновой нитки и супер клея для удобства крепления сделал вот такую вот приблуду обычная доска загнул так вот буквами проволочки чтобы можно было вложить спиннинг за него крутишь и наматываешь ниточку сейчас вы все увидите забыл сказать в начале видео если вам нужен сам бланк потоньше то его легко утончить сажав допустим в дрель за край и потом при помощи наждачной шкурки на небольших оборотах его немного стачивать сперва вклею тюльпанчик расстояние между кольцами будет по нарастающей 10 11 с половиной 14 15 17 и 21 сантиметр на 5 колец сделал разметочку приступаю вот так вот подмотал ниточка к ниточке теперь это все дело надо пропитать супер клеем первое расстояние у нас 10 сантиметров от верхнего тюльпанчика второе кольцо примотал на один с половиной сантиметров от первого в общем сейчас все доделаю чтобы вас не утомлять и продолжим так друзья кольца все вклеены теперь осталось вклеить донышко покрыть вот эти вот все соединения лаком донышко как я вам показывал сделал из обычной пробки заглушкой заглушку сейчас вот так вот вклею потом это все немного обработаю и рукоять будет готова клеить буду также на супер клей донышко заглушку приклеил перед тем как соединение покрыть лаком заранее все облепил бумажным скотчем чтобы не закрасить лишнее на всех вот этих вот стыках колец теперь можно уже красить ну а пока сохнет лак на спиннинге я вам покажу как очень легко и быстро можно сделать летние мормышки для рыбалки именно на такой спиннинг берутся крючки с длинным цевьем обычными плоскогубцами чуть-чуть загибается ушко таким вот образом дальше нам потребуется еще две дробинки на большой крючок я поставлю побольше к сожалению громовку я их не знаю у меня на коробочке не написано также нужен будет супер клей лак и пищевая сода поджимаем груз дробинку таким образом чтобы крючок входил где-то только на одну треть по глубине как вы видите где-то входит на одну треть то есть вот к этому разрезу жалом делаем вверх дальше надо чтобы он не упал чем-нибудь чуть-чуть так вот поджать капаем вовнутрь супер клей и все это дело присыпаем содой отсюда супер клей схватывается буквально моментально вторую делаем точно также затем с помощью канцелярского ножа счищаем лишнее мормышка практически готова можно и украсить можно не красить это уже на ваше усмотрение такие вот мормышечки получились дальше их воткнул вот так вот в пробочку можно покрыть лаком вот друзья прошла всего лишь где-то минута у меня готова две мормышки разных весов раз с разными крючками и так лак уже высох давайте посмотрим что получилось но получилось уже вот такая вот красотища мне теперь остается только доделать вот эту вот часть рукоятки это я сейчас быстро сделаю на гриндере ну вот и все друзья мой спиннинг из стеклопластика готов полностью такой вот он получился вышел буквально в копейки по сравнению с покупными но это практически вообще даром я считаю что это вообще достойная сама девочка к сожалению весов у меня нету взвесить сколько он получился по граммам ну очень-очень легкий очень крепкий то есть стеклопластик фишка что он практически не ломается не убиваем этот спиннг можно ронять кидать ничего с ним не будет в отличие от карбонового ну и самые дешевые стеклопластиковые спиннинги в магазине стоят от трех там с половиной тысяч ну и дальше там более менее как мне сказали тысяч пять стоит так что берите на заметку кому понравилось это видео ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки что-нибудь пишите в комментариях обязательно всем спасибо за просмотр до новых встреч всем пока